приветствую друзья 5 ноября 9 утра немного еще сумерки вот тут нас тут лежит можно сказать что первый снежок а что сейчас хочу сделать во первых давайте сейчас поговорим немного поднять тему слетов которую я снимал видео не так давно показывал что у меня здесь если телом вот этот одна семейка и вот этот а собственно говоря что я хочу сделать ну там есть немного пчелы хочу расформировать ее раскидать просто забрать рамки сотохранилище дело в том что там горстка пчелы которая есть она уже соответственно перезимует или не перезимует уже не столь важно дело в том что горстка пчелы есть перезимует или не перезимует не столь важно ее настолько мало что ну даже оставлять ее нет смысла у меня как-то был случай меня тоже семья зимовала слабенькая слабенькая без матки на одном только candy она спокойно перезимовала не я весной и подсадил чего оставшуюся подсадил другой семьи но так как здесь вообще ничего то и заморачиваться нет смысла оставлять ее уберу рамки для того чтобы они просто не пошли плесенью и весной я мог использовать именно сами рамки вот ну и заодно давайте как раз поднимем тему слетов под видео мне писали много комментариев почему это может происходить вплоть до профессорских скажем так мнений что этот и вирусы мало корма клещ естественно холодная погода осы вот и много 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 чего давайте потихоньку разберемся и обсудим наверное каждый из вариантов значит смотрите что касается отсутствие меда это не вариант не вариант так как проводил даже эксперименты по зимовке только на candy при полном отсутствии кормов и слета тем не менее не было ни в нуклеусах не в семьях то есть утверждать естественно ничего не буду это бессмысленно это все индивидуально каждый верит слово что он почки но причина не отсутствие кормов это первое второе значит сама претензия была что не оставил кормов здесь вообще в принципе нет но это тоже довольно таки весело потому что кормов я оставляю всегда закармливаю делаю минимум 20 около 23 килограмма сахара не сиропа а сахар повторяюсь неоднократно каждый раз сахаре я считаю вот и брали они пока могли брать то есть где-то влезло 23 килограмма сахара я останавливаю все мне этого хватает здесь конкретном случае они взяли чуть меньше потому что просто остановились и перестали брать больше им было не надо претензия в том что нет кормов это уже вопрос другом если их нет почему они дальше же скорее всего не брали все то есть тоже слет не из-за этого даже если посмотреть да они не запечатаны это какая-то часть но рамки рамки они все залиты то есть кормов у них в избытке рамки залит эти от видите пчелки совсем немножко тем не менее и не нравится а чё ж нравится можно казалось бы куда-нибудь эту пчелу прям даже сейчас струсить в какой-нибудь из ну зачем это ни о чем бессмысленно сразу хочу вам сказать подмор прошлый раз его не было сейчас он начал появляться теме подмора мы тоже чуть попозже вернемся значит ладно следующий вопрос что касаемо опять-таки кормов еще раз говорю если причина во первых не в этом количество их брали сколько брали уже другой момент по крайней мере нынешнего количества кормов хватило бы как минимум до января декабря это следующее значит следующая тема которая была это вирус тоже мне не нравится потому что вот теперь опять таки то есть нет подмора если бы она болела был бы наверно какой-то подмор но говорят что пчела от вылетала бедненькая и погибала то есть ребята пчела была в неактивной фазе довольно длительное похолодание было и за все время пока вот она была скажем так в клубе то есть ни одна пчела не погибла получается только ждала решение гидрометцентра когда будет благоприятная погода и сразу же вылетала погибать не улет так получается да то есть а тогда почему зимой она не вылетает погибать является подмор вы скажете наверно ну чувак ты тупой зимой мороз и она там просто осыпается и все я вам приду другой пример а если у нас зимы бывают что в январе в лесах растут лисички идет дождь и температуру плюс 14 градусов почему тогда в семьях все равно увеличивается число подмора пчела не вылетает там героически погибать и если даже больная пчела далеко она ребята все равно не улетит то есть вокруг был бы какой-то подбор улетков еще будет но ничего абсолютного нет можете сказать наверно что птички съели тоже вам приведу такой пример зная зимой приезжаю когда чищу подмор и выкидываю его там подальше от ульев на снег там или еще где-то высыпаю так птицы его не едят то есть они все равно пытаются либо поймать какую-то пчелу либо долбить летки но подмор не едят то есть здесь вокруг я бы все-таки увидела по хоть какие-то пчелы но этого я тоже не видит поэтому плюс ко всему сдаю постоянно подмор с каждой семьи по весне и никаких вирусов болезни нет здесь вот тоже есть немножко подмора но этот подмор который вот уже после взлета пчел остался то есть его конечно сдам посмотрю что мне скажут но не уверен что он даст правильный нужный анализ это следующее еще что версия про клеща ребята но это вообще самое любимое это полный бред хотя нет уже не самое любимое это полный бред потому что одна из причин на которую задаю подобный вопрос почему это клещ посчитает я же обработал ведь ты плохо обработал я буду ну ладно плохо обработал а есть люди которые там извините с весны там по сентябрь по октябрь поливают бипинами вообще каждый месяц а пчелы все равно слетают они там не просто клеща убили они там уже все что можно короче поубивали пчелы все равно слетели как этот вариант или например у меня по прошлый год была такая ситуация я очень плохо закормил он не очень плохо очень поздно поставил полоски от клеща мне их не было на тот момент в августе я их там уже поздно поздно пихнул практик можно сказать что это бессмысленное было действие тем не менее ни одного слета не был то есть клещ это вот наверное история для тех кто хочет найти козла ощущения и вот верить в конкретную эту причину которая не подтверждена только такие вот мои мнения есть еще на версия то есть холодная погода была такая версия то есть когда пчела вылетает в поле вот пошли заморозги и она замерзает ребята смотрите но ведь она вылетает только тогда когда потеплеет и возвращается соответственно до заморозков да может быть не вся но тем не менее не в таком количестве или если например семью потревожит как час она вылетела минус и да она замерзла вот ей настал край то есть после того можно потревожить но и тем не менее опять возвращаемся к тому а где тогда матка скажите мне где матка если пчела вылетала героически там за пыльцой еще зачем-то и вся замерзала куда делась матка то есть этот вариант тоже не совсем логичен и корректен значит как вариант вот какой я могу для себя предположить например это закром в холодное время так действительно часть закорма у меня была в сентябре когда резко резко упала температура и часть закорма вот именно происходило скажем так в очень холодное время убрал плюс пергу некоторые пишут что она необходима то есть при плохих осенних давайте заодно посмотрим это была перговая ну вот она есть перговая то есть некоторые пишут что нужно перга для для осеннего развития пчелы и когда плохие осенью пыльциносы здесь необходимо оставлять пергу вот видите я забрал пергу на под перговая рамка у меня осталось то есть перги у них было в избытке для того чтобы нарастить вырастить нормальную пчелу и даже если вот пользоваться этой версии что допустим забрал пергу там еще что то ну а тогда какие 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 рамки нужно забирать при сокращении по осени с медом с расплодом засевом какие варианты только перга тем не менее вот рамка перговая перга есть что еще осы ребята осы последняя версия осы последняя версия осы ребята самое вообще бредовая когда я услышал версию про осы я зауважал тех кто говорит что всему виной клещ я тех зауважал значит осы но это просто звездец то что осы конечно могут нанести ущерб семье это понятно может у кого-то да действительно есть там просто какая-то аномальная зона где тысячи миллионы ос которые реально там могут угробить семью но смотрите когда мне доказывали что я не прав я не вижу сколько вот их от реально вокруг но у меня это просто смешит это понимаете вот насколько надо быть либо городским человеком еще кем-то чтобы не наблюдать и не понимать в общем визуально что творится вокруг тебя в природе во первых у меня всегда стоят ловушки весной и осенью атос и шершней потому что весной и осенью чаще всего летают их матки их надо соответственно уничтожать чтобы их было меньше и то есть меня всегда стоят ловушки туда попадать не только сесть на матки но рабочего всегда и видно сколько какое их количество их вообще просто мизерная мизерная во вторых визуально видно какие летают насекомые вокруг то есть в природе в данное конкретное время те же самые например осы если говорить осенью вот у вас есть яблоки урожай упал там ягоды еще какие-то видно как они на них летят то есть видно сколько и весной и осенью они начинают приставать к человеку если что там человек допустим выпил пенного напитка то я думаю многие знают что так они вокруг к лицу начинают летать еще что-то вид видно в принципе подведению в природе сколько их и в третьих ну ребята когда вы находитесь на пасеке то ну вы видим вид видно как вот работает семья не работает семья да то есть вы подходите у меня стоит 8 семей за два-три дня периодически просто наблюдая проходя мимо пасеки наблюдая же вижу что кто-то из летка вылетает кто-то что-то даже по теории вероятности из восьми семей за два-три дня и она хотя бы увижу одну осу которая могла бы вылетать и прилетать из летка то есть осы но это ну просто это вообще я не знаю это настолько вот бредовая идея еще раз говорю я говорю все под свои условия никого не хочу обидеть у кого-то 10 не может много но это просто вот в моем случае это не вариант для того чтобы его рассматривать и говорить что это особо это просто тупиковый вариант значит поэтому вот для себя я определил то есть какие что что в этом году я делал не так по сравнению с прошлого года и это было именно вот за корм холодное время и сокращение семей как выяснилось сокращение семей перги в порядке значит за форм в холодное время как это повлияло честно говоря понять для себя пока еще не могу толком не разобрался но читал информацию что это мероприятие может привести вот грубо говоря кто-то пчел дальше буду смотреть изучать и возможно больше разберусь наверное в данной теме пока но пока вот есть как есть сейчас уберу рамки и весной их в любом случае буду делать же отводки они у меня пойдут в дело значит вот такие удела естественно опять-таки рассказываю только за себя никоим образом даже не пытался никого когда-то научить или хочу чтобы кто-то поверил в мою там версии или еще что нет 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 никоим образом я вообще стараюсь избегать тех кто говорит что я все знаю вот напишет какой-то человек я все знаю я эксперт вот этот точно вот так я таких людей стараюсь сразу избегать потому что пчеловодстве в принципе нельзя все знать абсолютно точно нельзя каждый год это новые какие-то просто новые вопросы новые проблемы новые задачи поэтому я говорю только о своих предположениях кто-то с ними согласен хорошо кто-то не согласен пожалуйста но для себя вот такие вот выводы я делаю в остальном но остальном пока дальше зимой нужно что еще забыл сделать это поставить козырьки потому что видите следы синички начинают подлетать поэтому козырьки сейчас будут ставить синички начинают уже беспокоить сейчас поставлю ли точки зеречки точнее все бы такие хорошо такие дела извините за столь длинный ролик постарался объяснить все те ответить на все те комментарии которые у меня собственно задавали были под роликом вот такие вот дела все друзья всем удачи пока пока